Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Эта фраза великого русского полководца Суворова служит руководством к действию для тех, кто считает своим долгом отыскать своего родственника, пропавшего без вести на полях сражений. Сейчас с помощью баз данных, размещенных в сети, можно найти братскую могилу, где лежит дед и прадед, проследить его боевой путь и даже найти наградные листы. Так и сделал житель города Астаны, республики Казахстан, Кали Каримов. До недавнего времени он жил с твердой уверенностью, что его дед Карим пропал на войне без вести. Именно такое известие принес в семью Джунусова Карима, отца трех детей, ушедшего на фронт 13-летним добровольцем, в 1942 году местный совет старейшин. Мы через архивы нашли место захоронения, и со мной приехал старший сын нашего покойного дедушки Рахматулла. В свое время пришла похоронка, но мы не знали, где именно он был захоронен. Внук начал самостоятельное расследование, поднимал военные архивы, изучал электронные базы данных. Поиск увенчался успехом. На одном из сайтов Кали нашел информацию о том, что его дед, лейтенант Карим Джунусов, уроженец Южно-Казахстанской области, командир минометного взвода 885-го стрелкового полка, в апреле 43-го захоронен в братской могиле сквера памяти Славенска-на-Кубани. Старший сын погибшего Рахматулла Карим и младший внук Кали Каримов приехали в наш город отдать дань памяти и навестить могилу деда. С собой из Казахстана сын погибшего фронтовика привез землю с могилы матери, жены советского лейтенанта. В ответ, как символ долгожданной весточки от воина-освободителя, в Астану на ее могилу отправится горсть славенской земли с братской могилы, где захоронен Карим Джунусов. Спасибо за такой прием, за такое оказание нам. Я рад лично. Теперь я узнаю, где находится могила отца. Внуки, правнуки своевременные тоже будут навещать, посмотреть. После возложения цветов к братской могиле гости из Казахстана побывали в историко-краеведческом музее, где познакомились с культурой и историей кубанской земли. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!